Продолжение следует... И завтра, 12-е сегодня июля, проходит до съемки сериала «Эпидемия» Вонгозера в этом вот гигантском павильоне. Заходим. Так, раз. Вот как у них тут все устроено. Идет съемка двух сразу параллельных объектов. И сейчас здесь построена палатка. Там находятся артисты. В палатку вряд ли меня пустят. Вот палатище. Здесь мы можем подсмотреть, что там происходит на самом деле. Мотор идет. Режиссер дает указания в дырку. Работает практически доктором женским. Здесь сквозь бетон проросли деревья. Вот, смотрите. Но листьев они так и не дали. Обычно, знаете, в фильмах ужасов, когда кто-то подглядывает. А здесь загорают люди, потому что лупит солнце. Литры крови. Блин, досенежская кровь. А здесь было эти дни. Мощные эти дни. И загар. Самый длинноногий парень на районе. Так, сцена снята. Вентилирует. Сейчас выйдут артисты. Здорово. Здорово. Как банька? Жарко, жарко. Видишь, все мокрые. Просто не так заметно. Как вам банька? Охренеть. Парку, Пандалин. Нельзя, да-да, выражаться. Хорошо, да. Мы играем холод в баньке. То, что, как мы любим. Это не настоящий дым. Это из дыма машины. По трубочке идет туда. Слуховое окошко. Поправки по гриму. Передвиньте дерево. Молодец. Кто ваш герой и какова его основная проблема? Чуть попозже. Вообще не готов. Столько текста в голове держать, я прям туплю вообще. Тогда не будем об этом говорить. Просто так. Во-первых, огромный респект и уважуха от всех подписчиков за домашний арест. Просто это вот, это, это вин. Вот. Отдельный, отдельный респект за мертвое озеро, перевоплощение. Ну, то есть, я такой, опа. И следующий за эпидемию. И за эпидемию, да. И за эпидемию тоже. Потому что я про вас узнал, честно говоря, только вот с домашнего ареста. И стало интересно. Ну, риска хорошо. Вот. И мне уже интересно, оп-оп-оп, насколько можно быть разноплановым. Я не актер, я какой есть. Вот это как проект вообще в целом. Эпидемия? Да. Крутой проект, очень-очень крутой. Ну, во-первых, физически он очень сложный для всех. Потому что, в общем, здесь это сейчас. Здесь за спиной лето. В общем, он снимался зимой. И мы попали. Это в среднем там минус 20 была температура. И львиная доля, это были ночные смены. Все в лесу, на дорогах. В общем, сложные караваны. Ну, и вообще, такая именно физическая нагрузка была достаточно сложная для всей съемочной группы, безусловно. Потому что реально очень тяжело снимать. Тем более ночью. И, в общем, все уставали. И он физически такой прям весь на эмоциях. Сегодня до съемки, потому что не успели снять. Какие-то сложные трюковые моменты. Какие-то вещи, которые оставляли для именно съемок в павильоне. Вот. Но, в общем, очень интересный сценарий. Рома Кантер написал. В общем, такая прям необычная история. И то, что я видел, я видел первую серию. Это прям в таком жанре и так снято. У нас пока такого не было. В общем, всем строго рекомендую к просмотру. И я тоже. Просто ты не можешь так близко быть к Морене. Получается, вы заодно. А вы каждый за себя. CG. О, я смотрю, думаю, что это такое здесь? А это типа кабина в УАЗика. Очень сильно укороченная версия. Настолько укороченная, что даже сзади нет оси никакой. УАЗик, как УАЗик. Ничего, так сказать, не предвещало беды. Кроме отсутствия колес. И присутствия вот этих вот металлических профилей гнутых. Намертво припаяно прям к обшивке. Аттракцион. Да. Супер. Я точно не знаю, но вот эта вот машина. На ней приехал кто-то из съемочной группы. Причем ехал, судя по всему, из Техаса. Вот так вот. В Техас идут штрафы с камеры. А здесь очень вкусно покормят. Нальют кофе. Капучино с молоком матери. Родной матери или приемной? Разумеется, родной. Чужие люди с вами. Чтобы попить капучино, приведи свою маму. Все фотографируются. Умечаемся? Ура! Вот так. О, привет! Привет, привет! Как малыш? Отлично. Отлично? Долго шли съемки. Шел девятый месяц подготовки. Долго шли съемки. А можно посмотреть вообще, что это из себя пришло? Ать! Ну это еще удобнее. Я тоже. А есть еще силиконовый. А он силиконовый очень тяжелый. И в нем все потеет. Фу! Ну жарко в силиконовый. А сейчас палатки, наверное, в этой вообще не нужно. Палатки вообще нам хорошо было. Летом зиму снимаем, зимой и лето. Все как в нормальном кино. Фильм, фильм, фильм! Ничего необычного. Ты что, наркоты пожрала? Нет, я вышла из образа. Стоп, мотор, все выйти из образа. А я же не спрашивал вас про героинь, да, ваших вообще. Ой, да она стервь, как и была. Я стерва. Привет. Так, стерва. А я, знаешь, что прочитала? Очень смешной комментарий. Какая-то баба под трейлером написала. Это что, баба из нелюбви? Ребенку пиздец. Я так смеялась. Ну все, я пошла. Жарко было в палатке? Да, очень. А температура за бортом какая должна быть? Не знаю. Минус 30, да? А там очень печка натоплена, да? Да. Можно погреться вон там, вот, хопа, к лампе. Если замерз. Иди попей водички. Давай, по-русски. Савелий, надо с ноги, вот пока там это. Он же не видит, ты маленький. Надо пользоваться. Хопа, и все. Готовимся к съемкам в космосе, да? Да. Молодого Гагарина будет играть. Итак, мы вновь входим в царство деревьев и оранжевого брезента. Когда ветер дует, деревья не шатаются. Их шатают эти люди. О, прикольно. Это для скотоводов, так сказать. Эскорт-услуга телочка будет вас сопровождать. Тот случай, когда у твоей телки нет даже задницы. Задача сейчас подходить к корове и к палатке прижиматься. Товарищи животноводы, имейте в виду, как ходит корова. Она может еще понюхать что-то. Вот это супер. Кайф. Но она все-таки повыше. Зацени мою телку, что называется. Ну, что-то два как-то зловещие очень. А из чего она сделана? Из ковров из Икеи? Это, скорее всего, шкура коровы. А это пенопласт. Это корова после апокалипсиса. Да, не видишь. Да не пофиг. Треть коровы работает за целую корову. Но таить нельзя. Я себе представляю дом такого охотника. И у него 50 вот таких вот голов висит. И автоматы по стенам. Он говорит, ну что, я как бы прошел на охоту, никого не убил. Вернулся к себе в колхоз и психанул. Интересно, а из автомата можно застрелиться очередью? Может, кто напишет в комментариях. Тут какой-то домик я обнаружил. Я решил его исследовать. Наверное, это тот самый дом, в котором живут герои. Вот так вот, типа, разрушенная стена, чтобы камера оттуда снимала. Вот тут, значит, спят. Тут они держатся в ней. О, печечка, смотрите. Печка олигаршка. Банька. Когда это разберут, куда это все пойдет? Кому на дачу. Это же отличная банька. Тут и ушатики, и без ушатики. А это вы уже все собираете, как бы, да? Да, это локация снялась. Эта локация отснялась. Вот так все оно выглядело. Венечек березовый. И там. Следующая локация. Если сейчас надо, мы можем сейчас открыть эту штуку, чтобы был воздух. Давайте попробуем снять. Приготовились. Руки уже спущены. Руки уже упали, руки уже упали. Руки уже упали, руки уже упали. Павел Костомаров супер заботливый режиссер он заботится не только о качестве картины но и удобстве актеров сейчас у тебя будет такая задача а мы сейчас снимаем тебя в пас вот здесь у Юль Саныча поэтому все это воровство на лице сейчас а не на действиях ты сейчас в предыдущем дубле да параллельно все пропало они сниму грим стервы стану наконец домашний а стерва от не стервы чем отличается я бы честно говоря не говорила что ирина стервы просто она женщина которая преданная брошенная покинутая которой сложно одной с ребенком и она просто борется за себя за своего ребенка за жизнь и так далее ну как ну наверное в каждой женщине есть стервы но просто в какой-то момент она активируется в какой-то момент когда наверное женщина счастлива стерва выключается становится милой доброй тогда она покинута она сама виновата или кто-то другой Но всегда, я думаю, в разрыве отношений виноваты оба. Кто-то провоцирует, но кто-то должен как-то вести себя, наверное, так, чтобы не допустить этой провокации в том числе. Но вообще никогда нет правды определенной, кто прав, кто виноват. Это две стороны медали, которые ты никогда не узнаешь. Истинную правду у каждого своя она. Ну я-то, конечно, борюсь за свою правду. Меня бросили, предали, это она виновата, она Исаковская героиня. А я молодец. Поэтому, друзья, живите дружно и любите друг друга. Пис! Я попал в место, где людей делают еще красивее, чем они есть. Александр, а скажите, а в чем особенность основная грима на эпидемии? Здесь крайне интересный сюжет, не предполагающий грима вообще. Люди в поисках спасения, в поисках лекарства, им не до щипцов, не до макияжа, не до того, чтобы утяжить одежду и так далее. Но при этом они должны быть интересными и приятными, скажем так, зрителю. Какими-то скрытыми художественными средствами. Есть какие-то, может быть, секреты, мастерства в том, чтобы не выпирала, так сказать, приложенная кисть, она не виднелась? Ну, возможно, это будет смешно звучать из моих хвост, но, конечно, такие секреты есть, да. Есть малозаметные основы, есть матирующие средства, которые никто никогда не прочитает на вашем лице. Опять-таки, это должно полностью диктоваться вашим характером, ситуацией, профессией, желанием. Мы все разные, мы не можем быть все на одну личину, скажем так, да. Это должна быть наша собственная. Саша, извините, соберите хвост Олю, она будет дублироваться. Хорошо. Все, спасибо. Просто хвост просто. Так, вот мы делаем естественный хвостик. Ха-ха-ха. Не могу не хочу. Я даже дременем завершил, у тебя были прической. Спасибо. Похоже на Марьяну? Что? Похоже на Марьяну, хоть чуть-чуть, Саша. Ну, так есть общий овал лица, похожий. Спасибо. Привыкаешь, что человек, ну, он как бы в одном костюме, он постоянно ходит. И тут надевают дублёр, и тут такой, ну, это же Кирилл. Ну, это не Кирилл. Так, ладно, ну, это Кирилл, ну, это не Кирилл. И сейчас еще Оля, видишь, переоделась, и теперь, ну, это Марьян. Нет, это не Марьян. Как бы тебе, ты в стрессе, ты в напряжении. А вот кто его сюда пустил? Паша, не торопись. Сначала глубже заснусь. Все, ружье у тебя тут. Да. Уступайте женщинам с детьми, беременным и инвалидам. Место в палатке. Ползай прям в ломаней. Хорошо. А че я тут первая пустила? Пришла рановато, видать. Кто-то мне неприятный мудит. Нет. Кто вызывал полтергейст? Можно пройти? Может, кто-нибудь помог бы? В фильме снимается Юрий Кузнецов. И я даже у него спросил, смогу ли я подойти к нему, чтобы он дал пару комментариев, пароли. Но он человек пожилой, и тут сцена была тяжелая, очень душная плащика в этой палатке. Она тут даже скорая дежурила, и ему было, в общем-то, не очень по себе, поэтому меня попросили к нему не приставать. Ну, в общем, я прекрасно понимаю. Я желаю ему здоровья и еще многих ролей. Ну, к сожалению, вот я его поснимал издалека, а так поговорить на камеру не удалось. Кто его сюда пустил? Эта сцена снята в итоге. Готовится к другой сцене. Гасится свет. Наступает полночь. Жители засыпают, мафия просыпается. Паш, нормально уже? Ты же просто в танце какой-то такой чечен. О, ты что, что ли? Снялся? Да, ты, 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 ты. Ой, Савелий закончил сниматься? Да. Где его? Глазовчик. Выжил после эпидемии. А где бутылка вискаря Арсению? Арсению это где вискарик? Из алкогольной. Поздравляю. Почему над алкогольной закончил? Да, опять, поздравляю тебя. Молодец. Поздравляю. Что, щеки до ушей? А вот кто его сюда пустил? В чем фишка вот стать, условно говоря, аутистом? Тебе надо на страсте, как-то затормаживаешь себя или вот что? Ну, слушай, у меня очень много различных приспособлений. В основном, ну, как бы физических. То есть то, что я вычитал там. Если обычный человек, условно говоря, он будет смотреть вот так, да, то аутист будет смотреть вот так. Потому что у него периферическое зрение развито намного сильнее. И поэтому, условно говоря, вот смотри, вот сейчас я смотрю на тебя. Вот, ну, как бы, типа, я как Альдар смотрю на тебя. А как Миша я с тобой разговариваю вот так. Либо вот так. Паша Костомаров, режиссер, просил, как бы, ну, чтобы глаза бегали. Когда мы готовились к сезону, я ему сказал, что, Паш, мне кажется, это не совсем правильно, потому что там немного другая история. И глаза, они бегают скорее от того, что вдруг человек взял и залез. Ну, то есть, как бы, ну, ты был так, а потом раз. И от этого он, потому что в глаза они не могут смотреть. Их, как бы, контакт глазами, он невозможен. Кроет их от этого, что ли? Да, да. Прикосновения, громкие звуки, ну, то есть, любые раздражители. И у них, ну, там, у каждого есть, там, свой набор. То есть, условно говоря, желтый цвет, это хорошо. Где желтый, там спокойствие, там нормально. Красный, нет. Все, как бы, просто вот, типа, вон там вот на стене красное. Все, как бы, у человека тревога. Я, как нормальный человек, я этого не вижу. Аутист, он смотрит периферическим зрением, и все, как бы, это, ну, это тревога, он не знает, что с ней делать. Синдром Аспергера, это детский аутизм. Когда он становится старше, его переводят в аутист. Ну, вообще, Аспергер, это развитой аутизм, социализирован. То есть, люди с синдромом Аспергера, есть олимпийские чемпионы, как бы, их много. У них просто есть свои, как бы, табу, на которые они, так, нет, вот так не может быть. И логика поведения, логика мышления, она другая. То есть, они не понимают подтекстов. То есть, они не понимают шуток. Они не воспринимают. Потому что, как бы, их логика, она довольно такая, как бы, прямая. А если она с подковыркой, то... Как белка в колесе. Так, значит, я должен сейчас, как белка в колесе, значит, мне нужно колесо. Я белка, я не белка. Ну, как бы. Я вычитывал, высматривал какие-то приспособления, которые я могу физически взять и использовать. Я их приносил Паше, мы отбирали, что, типа, ну, вот там, есть такая штука, они очень любят кружиться. То есть, как бы, взять одну точку и кружиться. То есть, как бы, ну, прям, могут быстро-быстро очень. Это тоже, как, типа, там, как отличить ребенка, у которого аутизм. Ну, и тоже, знаешь, мы там жили, учились, как бы, и у каждого в классе во дворе был какой-то странный мальчик. Ну, как бы, типа, ну, такой там, я не знаю, мы его называли как-то. Ну, такой он странный. На самом деле, скорее всего, у него какая-то болезнь. Извини, а в своем классе странным мальчиком был я? А в твоем, наверное, ты? Нет. Не надо. А еще, знаешь, я тоже иногда над шутками не смеюсь, особенно над тупыми. Вот, а скажи, пожалуйста, а почему актеры так много курят? Вот я смотрю, практически все-все фигачат. Смотри, очень просто. Ты сейчас залезал в палатку? Залезал. Ну, ты видел, что мы во всей зимней одежде, в зимних ботинках, и, ну, то есть, ты как бы, ты вот это просто надел, поднял шторку, начал залезать, и все, тебе уже душно. Да. И ты как бы можешь так час провести, два, три, четыре. У тебя начинают мозги плавиться. У тебя как бы перестает вообще работать восприятие, ты ничего не можешь сделать. Ну, для того, чтобы что-то сыграть, нужно быть, как бы, ну, в идеале вообще, чтобы тебе ничего нигде не беспокоило, не жало. Ты тогда полностью расслабился и можешь это сыграть. Ну, как бы, есть другая история, что, наоборот, лучше, как бы, подзажать, но это такая... Я понял. Спорная история. Да. И вот, как бы, когда у меня зашла гирька донизу, мне перегреваться вообще нельзя, меня прям кроет, меня как Эльдара. Угу. Есть сигарета? Так. Я пошел курить. В этот момент, как бы, я отдохнул от людей, от других людей. Мне немножко стало попрохладней, как бы, да, я порчу, трачу свое здоровье на курение, но, тем не менее, я три минуты выдохнул. Я опять, как бы, собрался и пошел туда. Передышка. Повторить текст, как бы, подумать. Отключиться. Просто выдохнуть. Сброс. Сброс. А вот, я понял, то есть, это, как бы, типа, отмазка такая, что, вот, ребят, я тебе чем-то занят, я пойду покурить. Но, на самом деле, мне просто нужно помедитировать, как бы, по сути, подышать. Выдохнуть, сбросить. Какие-то режиссеры, с которыми я работал, они, прямо, у них есть такая штука, что они видят, что актер, как бы, ну, давайте перекур. Потому что они видят, что, ну, и, как бы, дальше бессмысленно. Можно сделать 40 дублей, а ничего не изменится, потому что все, как бы, тук, там, что-то, как бы, какой-то контактик отошел, и ты не схватываешь, как бы. Простую вещь. Нет, чтобы сказать, давайте сделаем перед их, а то перекур, там. Да. Ну, а я считаю, что вообще все хорошо в меру. А кто его сюда пустил? Стоило выйти на минуту, тут уже машина появилась, Volvo серьезная. Спасибо вам. Спасибо за взгляд. Да, я все закончил. Да пошли. Сними этого, козлина. Иди сюда, отчетай. Давайте бегом, отбираем, понял. Свет загорелся, а? Ага. Друзья, я снялся в великолепнейшем сериале «Эпидемия». Я прошу вас, смотрите и наслаждайтесь. До новых встреч. У нас всю жизнь не достается. Да, вы так всегда говорите, да? Святое. Я должна что-то сказать, да? Не буду страшно, ничего страшного. Ой, боже мой. Давай. Ваша героиня, кто она, в чем его конфликт основной? Я вот никак не могу разобраться, она хорошая или плохая. Но вообще, наверное, так как надо персонажа своего оправдать по школе, потому что надо стать адвокатом своему персонажу, то я хочу, чтобы она какая-то была такая, ну, хорошая, хороший человек. Ну, вообще, это достаточно такой сложный, противоречивый персонаж с таким диапазоном от такой очень недоброй, какой-то скрыто такой закрытой женщины к тому, что она... О, вот видите как? К тому, что она, конечно, переживает какие-то перипетии, принимает, борется с собой и так далее. Там конфликт в том, что мой персонаж увел мужчину из семьи и, в общем, живет с этим мужчиной. А там ребенок, и там другая, бывшая жена. И они все пускаются в эту историю с попыткой спастись вместе. Значит, я, мой мужчина, его бывшая жена, его ребенок. И вот это все бок о бок, все, конечно же, любовь и ненависть и так далее. Виктория, а вы вот сами, как вот те женщины, которые уводят, вы им что можете сказать? Ну, вот, со своей жизненной точки зрения. Слушайте, я понятия не имею, ну, никто же не корова, как можно увезти? Это все так саляви, как говорится. Резюмирую. Опять же, любите друг друга и не забирайте чужое. Так, эта машина сделала уши на сленге гонщиков. Все дерьмо из него сейчас вытряхнут. Привязывают оператора. Что сейчас будет происходить? Сейчас будет банальная сцена, актеры приедут в машине. И просто идет диалог, больше ничего. Чуть попозже, переворот будет чуть попозже. Пока готовится сцена, готовится вот этот вот УАЗик прекрасный. Актеры вычитывают, кто кому и как что говорит. О, кстати, это прекрасная возможность откеять себя таким образом, чтобы вот там вот был, например, я не знаю, что угодно. Что там может быть, кроме этой черной дыры? Вот, смотрите. CG класс. Да, вот так лучше стало, видите, по дереву. Я согласен, так гораздо лучше. А куда их потом делать? Понятия не имею. Ребята, зеркало. Там у них так уютненько, смотрите, уютненько. А вот убрать досочку, и будет аттракциончик сразу. Ух! Да нет фокуса у нас, ни мотор, ни камера. Секунду, у нас не работает одна камера. В этом УАЗике нет ни колес, ни двигателя, ничего, кроме артистов. Но зато есть вот такие вот охренительные кондиционеры. УАЗик с кондиционерами. Машину стали готовить к интересному трюку. Собственно, вы догадываетесь, к какому именно. Да что ж такое, куда не пойдешь, перекрывают. А уки, кто его сюда пустил? А кого вы тут играете? А, такой формат у нас. Ты меня хоть предупредил? Вообще, да, прости, прости. Да, все. Это супер круто, я даже не говорил, что мы на ты, и я прям чувствую, вот надо на ты, надо на ты. Потому что мы тут все свои вообще. Это я единственный посторонний на площадке. Слушай, ну, что ты спросил, я забыла уже. А уки, кто его сюда пустил? Это, кстати, это моя первая отрицательная роль. Кто его сюда пустил? Кто его сюда пустил? Не, мы еще не крутимся. Мы все три стены в фонтаре снимаем. Пять? Да, да, да. Пятнадцатый час уже работаете? Да. С восьми с чем-то. Ну, сейчас уже пойдет пятнадцать. Бедный малыш. Толкается хоть? Он говорит, давай, давай, бегом. Конечно, конечно. Сейчас будем переворачиваться, в машине он точно толкнется. Он будет выбивать лобовуху. Главное тепло. Тепло, не холодно. Точно. Приготовились к съемке. Внимание, съемка. К съемке. Класс, грязненькая, пыренькая. Вот это я люблю. Машину гриппуют в специальные штуки. Сейчас там будет в ней не сладко. Длинная, если есть, да, прикольно. С длинным, конечно, прикольно. Вы на аттракционе не катаетесь. Будете сейчас? Конечно. Нет, сейчас они протестят все. А, понятно. То есть вы прям непосредственно трюк будете исполнять? Ну, будем надеяться. Это так делает только Джеки Чан и Александр Робок. Сейчас вы узнаете, как снимаются перевороты машины, когда они попадают в аварию и там крутятся, вертятся. Над головой. Так, чтобы без повреждений. При этом все было похоже на самделишное. Влажение двигателя, которого нет. Крепче за баранку, держись, шофер. А почему вы так выглядите? Ну, потому что мы сейчас будем доснимать еще один момент. А, дым будет? Не-не-не, нефтярская амуниция. Мы закончили. Ну вот, отснялись. Их отпустило. А меня еще держат. И вот этих людей тоже. Их отпустило. Расходимся. Начали! Второй поборей! Водки! Что у вас спросили? Водки! Сыдитесь в потолок, чтобы мы в вердохватгаме находимся. А сейчас мне считается, что мы сейчас на крыше. Их! Начали! Второй поборей! Теперь будет кадр в другую сторону, то есть типа со спины. Со спины будут уже играть дублеры. Вот и Александра Робака отпустила, а нас все еще нет. А в это время параллельно снимают чистильщика, который любит расслабиться иной раз. Это же подорожник. То есть слева от Роберта. Приготовились? Тут одновременно столько всего происходит, как в парке развлечений. Вот эта пневмопушка, туда заряжают что-то типа снега. Будет она создавать эффект удара. Вот из этой штуки пойдет заряд туда. А компрессор сейчас ее накачает. Каша. Пластиковая. Давайте я сделаю. Если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. То есть тут амортизатор, да, стоит? Нет, это воздух. А, воздух. С другой стороны такой. Сейчас второй час ночи. Смена началась тут в 7 утра. Сосвоение. Когда приехали первые специалисты. То есть она такая долгая съемочка-то. В общем, там сейчас все готово. Сейчас как катнется, бабахнет. И обратно отскочит. У нас торчит сверху кадра, значит, какой-то палец. Может, мы его уберем или он нужен? А, вначале вы, как бы, вас тащат вперед 2 секунды. Потом начинаем вращение. Приготовились и начали. 3, 2, 1, начали! Сейчас будет дубль. В прошлый раз недостаточно круто выстрелило. Начали! Надо в противогазе ходить. Пыльно. Вот этот проект. Его интересно снимать? Да, очень. Много интересных и сложных задач. С Пашей не соскучишься. Их надо решать все время. Но то, что ты сейчас увидел, это 1,120 того, что мы сделали за эти 60 смен. Ни у кого нет такого селфи в динамике. А там же люди живые. Надеюсь, развинчивают четырехточечные ремни. Как вам по ощущениям? Забавно. Корусель. Корусель, давай. Да, как на аттракционе. А на каком? Ох, я так давно не была. Веселые горки. Веселые и дорогие. А, то есть все-таки в избушке будут съемки еще. Я думал, пошутили. А нет. Фонарь. Аптека. Там кого-то грохнули. И я был прав, там баня. Не зря там веники. Вот так вот баня должна заполняться мелкодисперсным паром. Здравствуйте. Сейчас будет сниматься какая-то сцена. Прикрутили камеру, как вы видите, прямо к спинке кровати. Чтобы не убежал. Это будет такой, видимо, интересный кадр от спинки. Я тут такую вещь понял вообще. Кто такой режиссер? Ну да, понятное дело, что это тот самый человек, у которого в голове не только что, как у сценариста, а еще и как. И вот эти вот все люди, кроме профессиональных задач, у них еще абсолютно свое какое-то мировоззрение. И каждый из них все то же самое сделал бы совершенно по-другому, несмотря на то, что он тоже вот как бы в этой индустрии. Но у режиссера, у него есть определенное ощущение, определенная гармония, которая может нравиться публике. И таким образом этому режиссеру доверяют снимать картины многобюджетные, потому что на его вкус подбирается все. Если это, конечно же, не продюсерское кино, когда все подбирается на вкус продюсера. Для того, чтобы стать режиссером, прежде всего, нужно найти внутри себя гармонию, покой, умиротворение, счастье и радость. Иначе вы будете снимать фильмы о страдании, о боли и невыносимых условиях существования. А это никому не нужно. Я все-таки выцепил, выхватил Павла, и он ответил на главный вопрос. Как вам удается сохранять внимание и работоспособность? У меня мотивация просто самая высокая, поэтому она мне и помогает. Я просто, ну, как бы очень хочу, чтобы что-то получилось. Наверное, все дело в мотивации. Когда она низкая, ну, тогда ты как бы все это как-то пускаешь на самотек. Но у меня в данном случае высокая. В трех словах о проекте вообще. Большой, интересный? Ну да, большой, интересный, сложный, тяжелый. Вы понимаете, почему я ждал вот этого интервью? Часов пять. В принципе, я все остальное уже давно снял. Все, что мне было интересно. У меня тоже высокая мотивация. Дело для вас. Годный контент, чтобы вам было интересно, чтобы вы подписывались, ставили лайки, комментировали, ругали, что угодно. В общем, с вами был Петр Сивак. Пока. А кто его сюда пустил?